Добрый вечер, эфир ЕТВ продолжает программа работы и карьеры, и я ее ведущая Ольга Новгородова. Дорогие друзья, очень странно, что за все время существования нашей передачи, а это ни много ни мало, полтора года, мы ни разу не затронули эту тему, которая по своей актуальности и сложности должна была стоять вообще в первых рядах. Сегодня исправляем ошибку, наверстываем упущенный трудовой договор. В ближайшие полчаса о нем говорим с нашим экспертом. Эксперт у нас сегодня именитый, ведущий эксперт Центра правовых практик, заведующий юридической клиникой Института юстиции Юлия Вербицкая. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам хочу еще раз напомнить о том, что мы выходим в прямом эфире, и приоритетным направлением нашей с вами беседы являются ответы на вопросы наших зрителей. Дорогие друзья, наши контакты не изменились, вы можете увидеть все способы связи с нами на ваших экранах. Приступаем, трудовой договор. Юлия, для чего он вообще нужен? Ну, для многих, по многим причинам он нужен. Для работодателя он нужен для того, чтобы его нигде не оштрафовали. Это, во-первых, за то, что он отсутствует. Для того, чтобы оговорить с работником все условия труда и заставить его, собственно, ходить на работу и выполнять то, что предусмотрено договором. Для работника это нужно для того, чтобы у него были гарантии, что его не выгонят без всего и не оставят без зарплаты. То есть он нужен, в общем-то, и той, и другой стороне. Больше он кому нужен? А тут спорный вопрос, кому он больше нужен. Смотря какая ситуация. Если работодатель недобросовестный и собирается кинуть работника на деньги, то он ему не нужен. Ему лучше выдавать черную зарплату, чтобы работники у него были не оформлены. Ну, смотрите, трудовой договор это единственный документ, который принимается во внимание в суде при возникновении каких-то сложных ситуаций? Нет, это не единственный документ. Может быть, его не быть, но признают трудовые отношения. Может быть, допустим, если есть запись трудовой книжки, но нет трудового договора, то однозначно признают трудовые отношения. Другие есть доказательства наличия трудовых отношений. Это не единственный документ, но это очень важный документ. Поэтому мы сегодня, собственно, о нем и говорим. И давайте тогда в хронологическом порядке. Человек устраивается на работу. Ему предлагают, как правило, стандартный, типовой для этой компании трудовой договор для подписания. Дорогие друзья, что мы делаем? Подмахиваем, не глядя. Ура, ура, нас приняли на работу. Что нужно делать? Давайте избежим штампов о том, что обязательно внимательно читайте то, что вы подписываете. Можно ли взять этот трудовой договор домой, прочитать? Можно ли внести туда какие-то изменения? Можно ли задать уточняющие вопросы? Можно ли попросить внести какие-то добавочные пункты? С ним что можно делать? Мы можем рассуждать чисто юридически, теоретически. Конечно, мы будем говорить, что да, обязательно все изучите, проверьте все условия, возьмите домой, все посмотрите. Но мы же все-таки живем в каких-то реалиях современных. И все зависит от того, какой работодатель. Если это небольшой работодатель, там, один-два человека в компании работают, конечно, тут можно поговорить с ним. Конечно, ой, давайте я почитаю, давайте-ка я домой возьму. Или можно я там что-то себе изменю, допустим, в рабочее время буду не с восьми работать, а с девяти. Или там зарплата у меня будет не десять тысяч прописана, а пятнадцать тысяч. Но если это какая-то огромная организация, какая-то махина, то как мы сможем с ней спорить? Обычно мы просто подписываем то, что есть. Нет, ну подождите, а спорить это одно, а другое дело, если тебя какая-то формулировка не устроила, попросите. Давайте вот мы с вами договоримся и перепишем это как-то по-другому. Ну, конечно, это возможно. Теоретически это безусловно возможно. То есть мы можем, да, сказать, но это просто надо представлять, что в каком-нибудь на заводе, в отделе кадров, если мы такое скажем, то что нас просто не возьмут, наверное. Мы же все-таки разговариваем о реальной жизни, а не... Им легче взять другого человека, нежели согласованного. А если уже с самого начала началось, что, а вот мне не нравится вот этот вот пунктик, я бы хотела сформулировать по-другому. Ну скажут, у нас тут кандидатов вот сколько. Конечно, теоретически такой отказ в трудоустройстве будет незаконен, но не стоит, наверное, сильно злоупотреблять своим правом и диктовать свои условия, если мы знаем, что нас могут вообще не взять тогда на работу. А не все типовые или каждый работодатель может свои варианты придумывать? Типового? Ну, типовые есть, допустим, какие-то отраслевые, там бывает в образовании, в медицине, где-то еще. А, как правило, конечно, работодатель разрабатывает сам. Он просто должен включить ряд условий, которые прописаны в статье 57 Трудового кодекса, обязательно их. И там уже, может быть, варьироваться что-то разное условие. Должно быть название, трудовой договор. Вот должно быть в самом начале написано, что это трудовой договор. Говорят, что в провинции подсовывают правила внутреннего трудового распорядка, люди думают, что это договор, а потом никак не защищены перед государством. Ну, конечно, желательно, чтобы там было название трудовой договор. Но то, что правила внутреннего трудового распорядка подсовывают, то я такое в первый раз слышу. Обычно подсовывают, допустим, гражданско-правовый договор, договор подряда, договор разместного оказания услуг. Это чем для работодателя выгоднее? Тем, что он не платит отпускные, больничные, декреты всякие, прочее, прочее. Это все он не платит, если это гражданско-правовый договор. Тут надо, конечно, это обращать внимание, сказать, что нет, я не хочу, я хочу социальные гарантии. Давайте-ка... Так давайте мы сейчас расскажем, какие виды договоров бывают. Вот гражданско-правовой договор, договор подряда. Чем они отличаются от стандартного трудового договора? Договор подряда или договор возместного оказания услуг, или любой договор, агентский, например, договор, это все разновидности гражданско-правового договора. Это регулируется все гражданским кодексом, и получается тут подразумевается, что стороны равны, они не находятся в отношениях власти подчинения, как в гражданско-правовом договоре. То есть это все равно, что там вы пришли куда-нибудь обувь починить, и вот вы заключаете таким образом гражданско-правовый договор, или в магазине вы заключаете гражданско-правовый договор, или там наняли себе, ну, уборщину, допустим, домой один раз убрать квартиру, и все, вот. А трудовой договор, он регулируется уже трудовым кодексом, там масса гарантий для работника, ну, для работодателя там тоже, в принципе, есть гарантия, то, что не может работник так быстро от него отказаться, хотя бы две недели, ты должен отработать, тоже есть плюсы. Вот, естественно, работнику выгоднее трудовой договор, потому что там и больничный ему будет оплачен, и отпуск будет предоставлен, и декрет, и прочее. Но опять же, выгоднее и невыгоднее, но если тебя приняли на 3 месяца на какую-то там сезонную работу или на выполнение определенной... Для этого есть срочный трудовой договор. А, как раз для сезонных работ просмотрен срочный трудовой договор. А срочный трудовой договор все равно предусматривается те же гарантии, которые обыкновены. Конечно, только единственное, что срок у него короткий, допустим, 3 или 6 месяцев. А тот, кто работает по трудовому договору, обязан отработать 2 недели до увольнения? Конечно. Ну, есть там некоторые исключения. Ну, при условии, что работодатели этого требуют, если работодатель готов отпустить раньше? Ну да, конечно, если он говорит, не надо мне тебя. Или многие делают как, начался отпуск, вот можно в течение отпуска предупредить, и тоже будет засчитан эти 2 недели, и не работать уже. А зачем этот трудовой договор, только лишние налоги платить? Кризис на дворе, лучше эти отчисления к зарплате приложить, пишет наша зрительница. Ну, этот вопрос серьезный, да, и неоднозначный. Ну, на самом деле, в этом есть какая-то доля истины. Почему у нас серую зарплату платят? Не потому, что все хотят работников обмануть, а потому, что действительно, если мы платим, допустим, мы хотим, чтобы работник чистыми деньгами получал 20 тысяч. Но этот работник нам обойдется не в 20 тысяч, а во все 30. Потому что примерно 50%, но чуть меньше, уходит на налоги. 30% взносы страховые и 13% подоходный налог. Вот и получается. Срочно договор на все специальности распространяется. Я хочу, дорогие друзья, чтобы вы поняли. Трудовой договор обычный отличается от трудового договора срочного только одной вещью. У него есть срок. Там четко проставлен срок, с какого по какому дату вы работаете. И все. Все остальное то же самое. Да, да, все правильно. Так что абсолютно на все специальности. Должностная инструкция не может быть замен... Ну, не на все специальности. Как раз есть ограниченный перечень специальностей, работ, на которые можно привлечь по срочному передовому договору. То есть не на все. На сезонные работы, допустим, руководителей можно на один год брать и постоянно с ними продлять. То есть не во всех случаях можно. А где этот перечень можно найти? Перечень, я вам сейчас скажу, 59-я статья Трудового кодекса. Тут много очень... Я не буду сейчас все перечислять. 59-я статья Трудового кодекса. Да. Если это не попадает в случай под это, значит, такой трудовой договор, если он даже заключен на определенный срок, то он будет признан бессрочным. Должностная инструкция не может быть заменителем трудового договора? Заменителем трудового договора, конечно же, она не может быть. Но она является... Вот здесь вот я уже скажу совет работодателям. Должностная инструкция является очень хорошим дополнением к Трудовому договору. Почему? Потому что мы, когда принимаем работника, мы ему хотим вменить какие-то обязанности. Круг, ну, какой-то перечень определенный. Делать то-то, 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 то-то. Это все фиксировать в Трудовом договоре неудобно. Почему? Потому что Трудовой договор мы должны... Если мы захотим что-то ему дополнить какие-то обязанности, мы должны с ним договариваться о том, что давайте подпишем дополнительное соглашение к Трудовому договору. Он может сказать, я не хочу за ту же зарплату что-то дополнительно выполнять. А должностная инструкция, она с работниками согласовывается. Она просто ознакомливается работник и все. А дальше уже дело, что тебе поручили. Юля, скажите, вы свой Трудовой договор читали? Один читала, второй нет. Первый не читали, второй уже читали, скорее всего. Нет, нет, не так. Просто в одной организации я действительно читала, потому что мы там договаривались по многим условиям. А в другой организации, я не буду говорить какая, конечно же, там просто очень-очень большая, как сказать, такая махина, что там договариваться бесполезно. То есть, зачем ему тогда читать? Друзья, вы читали свой Трудовой договор. Наш корреспондент Настя вышла на улицы города и попыталась узнать у вас. Давайте посмотрим, что вы ей ответили. При устройстве на работу всегда читайте Трудовой договор, чтобы потом не остаться с носом. Сегодня мы спросим у жителей Екатеринбурга, а обращают ли они внимание на этот документ. Естественно. Я даже являюсь аспирантом кафедры Трудового права УРГУА и очень хорошо знаю свои права. Есть несколько пунктов, на которые люди обращают внимание в договоре. Это чаще всего зарплата и, скорее всего, какой-либо график. Большинство народу не вчитываются в Трудовой договор, что, как мне кажется, плохо. Потому что бывают какие-то пункты, которые для работников выйдут потом боком. Я бы сам читал Трудовой договор, меня так приучили. Я читал свой Трудовой договор. На самом деле, очень интересно его прочитать, потому что там могут быть те нюансы, которые ты не знаешь, но которые знает работодатель для полной картины юридического права своего. Мои дети, например, каждый раз, даже знакомясь с Трудовым договором, поработав некоторое время, приходят к выводу, что это только на бумаге. Не выполняется только. Дорогие друзья, мы разговариваем о Трудовом договоре. Очень понравился молодой человек с песцом, таким вокруг лица, который сказал, да почитайте, это очень интересно. Там найдете много того, о чем вы не знаете, а ваш работодатель знает. Я читаю только тогда, когда уже конфликт назревает, тогда начинаю читать, как у нас всегда. Ну вот, к сожалению, да, это практика такая. Юля, давайте сформулируем вот топ-5 самых важных вещей, самых важных правил, на которые нужно обращать внимание при подписании Трудового договора. Работнику. Конечно же. Работнику очень важно, первое самое, посмотреть размер заработной платы. Заработная плата обязательно, оклад должен быть указан в Трудовом договоре. Ни где-нибудь там, ни штатное расписание, ни еще где-то. А, вы знаете, как любят писать, оклад согласно штатного расписания. Это неправильно, нужно, даже если потом меняется, нужно постоянно делать дополнительное соглашение. Цифра должна быть? Обязательно, цифра должна быть. Ну, это требование Трудового кодекса. То, что нарушает его, ну, извините. Подождите, а что может быть такое, что на собеседовании ты поговорил, тебе озвучили одну цифру, а в Трудовом договоре подсунули другую? Ну, на собеседовании могут сказать, ну, будешь получать 20 тысяч, а потом подсунули, то есть скажут, ну, 20 наличка, ой, 10 наличка, 10 на карту. Угу, угу, ясно, да.